Исследования демографических изменений на обширных территориях Евразийской степи в Бронзовом и Железном веках продолжаются. Этот район был заселён различными кочевыми популяциями, которые оказали значительное влияние на культурное развитие как в Азии, так и в Европе. Самыми известными из западных евразийских групп являются представители ямной культуры. Прошлые геномные исследования выявили значительные миграции кочевых народов, связанных с ямной культурой Бронзового века по всей Евразии около пяти тысяч лет назад. Миграции привнесли кавказские компоненты в более поздние популяции Европы. Также в Центральной Европе ямная культура была родоначальницей культуры боевых топоров, названной по отличительной традиции класть в мужские захоронения каменные топоры. После чего генетические следы ямной культуры были обнаружены во многих последующих древних и современных популяциях. Однако Причерноморско-Каспийская степь имела решающее значение не только для миграции раннего Бронзового века, но и для последующих передвижений и демографических преобразований в позднем Бронзовом и Железном веках между 1800 г. до н.э. и 400 г. н.э. Этот период охватывает развитие этнокультурного объединения срубной культурно-исторической общности и алакульского варианта андроновской культуры около 1800-1200 г. до н.э., связанных с небольшими поселениями от Урала до Приднепровской возвышенности. А примерно с 1000 г. до н.э. в западной части Причерноморско-Каспийской степи начали появляться предскивские кочевые группы, в том числе кемерийцы, известные из исторических источников. Несмотря на региональные различия и местные особенности, кемерийцы не были связаны с однородными типами археологических материальных культур. В VII веке до н.э. их сменили скифы, которые вытеснили кемерийцев в Анатолию. Между 700 и 300 годами до н.э. скифы, представляющие собой скотоводческие кочевые группы нового военизированного типа, доминировали в Причерноморско-Каспийской и Казахской степи, занимая площадь от Алтая до Карпат. Однако около 300 года до н.э. их позиции значительно пошатнулись из-за усилия враждебных отношений с македонцами на западе и вторжения сарматов с востока. Сарматы и скифы, как считается, сосуществовали в течение нескольких столетий. Но в конечном итоге произошло падение скифов под натиском сарматов. Сарматы, как полагают, состояли из ряда схожих кочевых групп. Они и стали наиболее влиятельной политической силой на восточных окраинах Римской империи в те времена. А падение сарматов было связано с нападением готов около 400 года н.э. и последующим вторжением гуннов. Однако популяционные взаимодействия кочевников Причерноморско-Каспийской степи между собой остаются недостаточно изученными. В очередном исследовании учёные изучали генетические данные популяции эпохи поздней бронзы, срубной аллакульской культур и кочевников Железного века, кемерийцев, скифов и сарматов, живших с 1900 года до н.э. по 400 год н.э. Представители срубной и аллакульской культур переносили гоплогруппы митохондриальной ДНК, связанные с западными евразийцами, включая H, K1, J1, U2, U4, U5 и T2. А кемерийцы, скифы и сарматы дополнительно переносили гоплогруппы митохондриальной ДНК, связанные с Центральной Азией и Дальним Востоком такие как A, C, D и M. Отсутствие у более ранних, чем кочевники и аллакульской культур, восточно-азиатских гоплогрупп митохондриальной ДНК, указывает на то, что эти линии внесли в регион кочевники Железного века, начиная с кемерийцев. А гоплогруппа Y-хромосомы у 17 из 18 мужчин была ограничена двумя субкладами гоплогруппы R. Представители срубной и аллакульской культур переносили Y-хромосомную гоплогруппу R1a, которая была широко распространена в Бронзовом веке, в том числе и на просторах Сибири. А вот кочевники Железного века переносили Y-хромосомную гоплогруппу R1b, характерную для ямной культуры. Интересно и то, что один из кемерийцев переносил Y-хромосомную гоплогруппу Q, характерную для восточных популяций и американских индейцев. Здесь снова напомню, что не стоит путать гоплогруппы митохондриальной ДНК с гоплогруппами Y-хромосомы. Генетическая связь между степными кочевниками и современными популяциями. При помощи метода главных компонент исследователи определили, что представители срубной и алакульской культур были генетически близки к современным северным и северо-восточным европейцам. А кемерийцы, проживавшие там на границе бронзового и железного веков, уже были менее однородны, и их трудно в группе сравнивать с современными популяциями при малой выборке. Скифы из степей Северного Причерноморья показали также значительное разнообразие. Их можно разделить на четыре разные группы. 1. Североевропейский кластер. К нему отнесли трёх человек, показавших близость к североевропейским популяциям. 2. Южноевропейский кластер. В него вошли четыре человека, которые были генетически близки с южноевропейскими популяциями. 3. Степной кластер. Сюда отнесли ещё троих представителей скифов, которые были разделены между венграми, финнами, мордовцами, русскими, белорусами, украинцами и адыгейцами, чеченцами, кумыками, проще говоря, жителями Северного Кавказа. Кроме того, в этот кластер попали 1 человек с Рубной-Алакульской выборки из Кызбурно-Кабардино-Балкарии, 1 кемериец и все сарматы. 4. Центральный кластер. К нему отнесена группа из трёх скифов, которые генетически расположены между предыдущими двумя кластерами, а именно между степным и южноевропейским. Представители этой группы были ближе к современным болгарам, грекам, хорватам и туркам. Также один из скифов не показал генетической близости с современными западноевразийскими популяциями, однако был ближе к восточноазиатским. Здесь стоит отметить, что генетическую близость не стоит путать с географической. Также отмечу, что в некоторых попавшихся на глаза русскоязычных обзорах были выводы о том, что сарматы и некоторые скифы показали генетическую схожесть с финно-угорским народом Мордвой и жителями Северного Кавказа. Это не совсем так, потому как схожесть и положение на графике между этими популяциями не одно и то же. Многие различные современные популяции гораздо ближе генетически друг к другу, чем скифы с сарматами к мордовцам и русским. Генетические связи между срубной акульской культурами с другими древними популяциями. В Бронзовом веке в Евразии происходили серьезные миграционные процессы, которые не обошлись без демографических и культурных изменений. Срубная акульская культура как раз и произошла из обширных мест культурного пересечения в лесостепной зоне Заволжья от Волги до Урала и от Северных Увалов до Прикаспийской низменности. Они генетически близки к популяциям андроновской культурно-исторической общности из причерноморско-каспийской и казахской степей, а также с другими европейскими группами, включая представителей культур боевых топоров, унититской и культуры колоколовинных кубков. В глобальном плане срубная акульская культура генетически расположена между европейцами среднего каменного века, располагаясь особенно ближе к восточноевропейским охотникам-собирателям и ближневосточными популяциями новокаменного века. Одни также были более близки к скифам, чем другие группы Железного века. Также тест показал, что население срубной и алакульской культур сформировало одну ветвь вместе с синташтинской, андроновской и афанасьевской культурами, за исключением некоторых лиц из срубной. Результаты также показали, что срубная и алакульская культуры сформировали кладу вместе с ямной, исключая другие популяции бронзового века из современных России, Армении, Иордании и Венгрии. Помимо этого, среднестатистические показатели и условное нуклеотидное разнообразие среди популяций показали, что генетическое разнообразие было самым высоким в популяциях срубной и алакульской культур из Южно-Уральского региона в позднем Бронзовом веке, по сравнению со всеми другими популяциями Евразии в Бронзовом веке. На изображении видно, что представители срубной и алакульской культур состояли из двух основных компонентов. Первый — западных и северо-западных охотников и собирателей, оранжевый, который также встречается и в современных североевропейских популяциях. Второй — кавказских охотников-собирателей, оливковый цвет. В современных популяциях этот компонент встречается у южных азиатов. А вот компонент от неолитических групп, который в современных популяциях встречается на Ближнем Востоке, тёмно-красный, составляет небольшую долю в срубной и алакульской популяциях, по сравнению с популяциями Бронзового века в Европе. Генетические связи между кочевниками Железного века и другими древними популяциями. Кемерийцы В X веке до н.э. вперёд перехода от Бронзового к Железному веку, при Черноморско-Каспийской степи появляются кемерийцы. Один из кемерийцев из этого исследования был ближе к степному кластеру, совместно с сарматами, тремя скифами и одним представителем срубной и алакульской культур. Другие кемерийцы были близки к некоторым жителям Алтая Железного века, а также к индивидам из Алдебельской культуры и Зевакина-Челикта, восточного Казахстана и Западной Монголии. Кемерийцы, в отличие от скифов и сарматов, больше различались с популяциями Бронзового века в Евразийской степи по сравнению со срубной и алакульской культурами. Кемерийцы поделились ещё большим дрейфом генов с дальневосточным населением карасукской культуры по сравнению с более близким географически населением срубной и алакульской культур, что может указывать на существование кемерийско-карасукского культурно-исторического сообщества. Результаты также показали более высокое генетическое разнообразие у кемерийцев по сравнению с популяциями срубной и алакульской культур. Анализ генетических примесей показал, что кемерийцы переносили преимущественно компоненты от северо-западных охотников-собирателей и кавказских охотников-собирателей, как и представителей срубной. Однако помимо этих компонентов были и другие, связанные с современными ближневосточными популяциями темно-красной, северо-восточными азиатскими темно-зелёной и юго-восточными азиатскими популяциями голубой. В процессе развития кемерийцев у них увеличилось количество примесей, связанных с современными ближневосточными популяциями, а компоненты, связанные с современными северо-восточными и юго-восточными азиатами уменьшились. Результаты свидетельствует о более восточном происхождении кемерийцев по сравнению с популяциями срубной и алакульской культур. Скифы Скифы Железного века были более генетически разнообразны по сравнению с группами Бронзового века и образовали четыре вышеупомянутых отдельных кластера. Так же, как и при сравнении с современными популяциями, эти кластеры по-разному сочетаются и с древними группами. Так, скифы, принадлежащие к кластеру южноевропейских популяций, были ближе к жителям Венгрии Бронзового и Железного века, включая культуры Ватя и Черняховскую. Скифский кластер североевропейских популяций был близок к людям Железного века из современной Черногории и Швеции, а скифы степного кластера в процессе развития группировались с ранними сарматами и скифами Железного века с территорий современной Венгрии. Анализ также показал, что западные скифы сформировали кладу вместе с андроновскими популяциями, исключая срубную и алакульскую культуры Южного Урала, поддерживая версию о среднеазиатском происхождении западных скифов. Сарматы. Хотя пять представителей сарматов и группируются близко к степному кластеру скифов, но они также имеют высокую вероятность ошибки по сравнению с другими кочевниками Железного века. Анализ также показал, что сарматы образовали кладу вместе с ямной, срубной и карасукской культурами, за исключением кимерийцев. Также результаты указывают на наличие глубокой общеродословной у всех кочевых групп Железного века, связанных со степными популяциями Бронзового века. Однако это не указывает на прямую генетическую непрерывность между срубной алакульской культурами и западными скифами. Выводы. Результаты исследования показывают, что кимерийцы в основном были похожи на более восточных сарматов, хотя и с большим количеством сибирского или северо-восточного азиатского компонента, что представляет собой генетическую связь между людьми Железного века казахской степи. Подобно приуральским срубной и алакульской культурам, кимерийцы не были прямыми предками скифов при Черноморско-каспийской степи. Однако несмотря на это, все эти популяции имели общий родовой генофонд. Генетический состав кимерийцев со временем изменялся, о чём свидетельствуют сокращение северо-восточных и юго-восточных азиатских компонентов у более поздних их представителей. А скифы, вытеснившие кимерийцев, отличались как от кимерийцев, так и от более поздних сарматов. Ранее было отмечено, что скифы не были однородными по всей Евразии. В отличие от восточных степных скифов, таких как представители пазырыгской и алдебельской культуры, которые были тесно связаны с ямной культурой, западные скифы северного причерноморья были более тесно связаны с людьми из групп Афанасьева и Андронова. А у некоторых скифов с запада причерноморско-каспийской степи вообще было мало южноазиатских и восточноевразийских компонентов, и они скорее были похожи на популяции из Черногории в Железном веке, возможно указывая на замещение и ассимиляцию ранних локальных групп скифами. Один из поздних скифов, возможно, представлял собой переход между различными группами и имел своеобразное сходство с более поздними степными сарматами, подтверждая идею общих степных генетических компонентов, которыми поделились скифы с сарматами, что указывает на физическую и социальную связь с Южноуральской степной зоной, поддерживаемой в западном кочевом мире. Некоторые данные указывают и на прямой приток генетических компонентов из степной зоны Южноуральского региона к концу скифского периода в IV веке до н.э. Это может указывать и на самостоятельный выбор представителей других групп примкнуть к тем или иным сообществам, обеспечивая при этом непрерывную связь между западными окраинами скифской империи и центральными частями Евразии, включая, возможно, и Алтай. В целом геномный анализ показывает, что бронзовые и железные века при Черноморско-Каспийской степи были очень насыщенными и динамичными. Между 1800 г. до н.э. и 400 г. н.э. на обширных просторах происходили значительные миграции, замены и ассимиляции населения, что постепенно и сформировало сложную и неоднородную демографию региона. Также результаты показали, что степные кочевники Западной Евразии не являются прямыми потомками представителей срубной и алакульской культур бронзового века, хотя они и разделяли с ними общий элемент родословной с примесями разных народов. Таким образом, несмотря на генетические связи между этими народами, ни одна группа не может считаться предковой для последующих групп. Кочевые популяции были неоднородными, а их представители были генетически близки с несколькими популяциями из других регионов, включая Южный Урал и Дальний Восток. Возможно, что Причерноморско-Каспийская степь была подобием так называемому монгольскому степному генератору народов в средние века, производя западные кочевые народы Железного века. А в заключении можно сказать, что на вопрос к кому генетически ближе скифы или сарматы, следует задавать встречный вопрос, о каком конкретно скифе или сармате идёт речь? Продолжение следует... Продолжение следует...